А у красноярцев есть возможность провести эти теплые снежные выходные интересные с пользой. И если у вас еще нет новогоднего настроения, расскажем, где его искать в нашей рубрике «Афиша». Театр оперы и балета отмечает день рождения и приглашает красноярцев в гости. 16 и 17 числа покажут оперу «Князь Игорь». Именно ей открывали первый сезон театра 20 декабря 1978 года. 16 числа зрителям предлагают прийти пораньше. Звезды оперной труппы, которые стояли у истоков театра, расскажут о самом первом «Князе Игоре». Сейчас это одна из самых масштабных и зрелищных постановок театра. Молодые сибирские дизайнеры устроят модный показ. В культурном пространстве «Квадрат» пройдет финальный этап проекта «Дизайн-цех «Сибирские бренды». В него вышли 13 дизайнеров. Они и презентуют по пять образов из своих коллекций зрителям и приглашенным экспертам. У гостей также будет возможность приобрести эксклюзивные вещи. Вход на мероприятие свободный, но нужно зарегистрироваться. Ссылка есть на сайте молодежного центра «Новые имена». За новогодним настроением приглашают в мастерские «Твори гора». Здесь проходят занятия по керамике, авиамоделированию, кузнечному и столярному делу. Мастер-классы, на которых можно сделать игрушки и сувениры себе и своим близким, проходят бесплатно. Также предоставляют материалы, но нужно зарегистрироваться в соцсетях мастерской. Принять участие могут ребята старше 10 лет. Можно прийти вместе с семьей. Длится мастер-класс два часа. С сегодняшнего дня в кинотеатрах стартует восьмая часть фильма «Елки». Это новогодние приключения уже знакомых героев в исполнении Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Анны Чиповской, Антона Богданова. Последний стал еще и одним из режиссеров картины. Он же снимал красноярцев, которые должны появиться в финальной части кино. Продолжительность фильма полтора часа, возрастное ограничение 6+. Туристский экскурсионный маршрут по Гремячей Гриве в эту субботу. Красхайкинг приглашает пройти по тропе «Удачная», заглянуть в грот в скале и зайти на две видовки. Организаторы предупреждают, на пути ждут крутые подъемы и спуски. Протяженность маршрута 5 километров. На него уйдет примерно 3 часа. Участникам нужно одеться по погоде и не забыть взять с собой перекус. Дети до 18 лет только в сопровождении родителей. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе «Красноярский хайкинг» во Вконтакте.